я вас всех приветствую друзья из солнечной армении барин здесь у нас сегодня вот такие пончики друзья это мой авторский рецепт я постаралась получить так как я люблю чтобы они были максимально воздушными тут очень мало тесто они просто очень хорошо так поднялись внутри почти полностью состоят из воздуха они очень вкусные к тому же в тесте есть секретик который помогает такими получиться как всегда все раскрою и помогу получить максимально возможные результаты кстати руками ничего замешивать не будем это тоже большой плюс они очень доступны и и надолго сохранять свежесть и так вливаем 2 пол стакана молока 120 125 миллилитров молоко должно быть теплым проверяйте пальцем если пальцу не холодно и чувствуется приятное тепло значит температура немножко выше температуры нашего тела добавляем сюда столовую ложку дрожжей неполный сейчас покажу 8 граммов и полную столовую ложку сахара добавляю также столовую ложку муки и хорошо перемешиваю закрываю тару и оставляю в теплом месте до появления хорошей пенной шапки пока опора у нас подходит займемся остальной частью для этого все ингредиенты должны быть комнатной температуры как минимум если скажем яйца только достали из холодильника можно положить в теплую воду как я всего на несколько минут нам понадобится также сметана она у меня тоже комнатной температуры если холодная можно положить также или в микроволновку или немножко разогреть на огне а сливочное масло у нас должно быть вот таким вот мягким комнатной температуры два средних яйца весом 50 55 грамм без скорлупы взбиваем с сахаром объем стакана 250 миллилитров сахара тут 100 граммов если вам интересно сахар получается 6 столовых ложки добавляем сметану любой жирности тут 60 граммов это одна полная столовая ложка и немножко сверху нам понадобится 5 столовых ложки растительного масла 4 я добавлю сейчас одну оставлю в конце чтобы не добавлять лишней муки смотрите мы в тесто добавили сметану если вы живете в странах где ее нету или просто под рукой не окажется ее можно заменить на пол чайной ложки любого уксуса до 9 процентов пол чайной ложки не больше любая кислота и со сметаной и с уксусом обеспечивает в тесте более сильно сильную структуру глютена и вследствие у нас поры выпечки получаются более широкими и результат получается более пышным но смотрите с уксусом и вообще с кислотой в тесте не переборщите иначе у вас глютен получится слишком сильным а изделие получится резиновым опара у нас подошла вот такая она воздушная у меня опара подошла всего за 20 минут но время зависит от температуры вооружаемся вот такими вот насадками для замешивания теста можно если работаете на планетарном миксере там использовать насадку весло или трюк добавляем 2 стакана муки объем стакана 250 миллилитров далее вводим 200 миллилитров теплой воды той же температуры что и было молоко в начале и продолжаем взбивать добавляя при этом еще муки сейчас ввожу сливочное масло 60 грамм тесто в конце должно стремиться собраться в один комок это означает что пора прекращать взбивание видите тесто у нас уже довольно эластичное даем нашему тесто форму шара и оставляем так хорошо подниматься на расстойку прошло почти два часа наше тесто поднялось больше чем втрое предпочитаем делить это тесто на 20 частей получаются колобочки весом 60 65 граммов получилось 19 колобочков сейчас делаем следующее для того чтобы потом уже подошедшие тесто особо не тревожить и чтобы они не деформировались не теряли воздушность я буду их выкладывать на вот такие кусочки пергамента это очень удобно но не обязательно бумага у меня новая в качестве неуверенно поэтому смазываю растительным маслом вот так слегка приплющиваем их и вырезаем серединку можно это делать любым удобным способом я буду использовать вот такую насадку для крема все диаметры и все подробно также как и рецепт будет под видео кстати я очень часто эти дырочки делаю с помощью пальца так и лишнего теста тоже не остается но почему-то сегодня решила делать именно так а вы делайте как удобно вам смотрите не оставляйте их слишком долго из-за этого они могут перебродить так как тесто очень хорошо и очень быстро поднимается а из такого теста уже пышные пончики не получатся заготовки у нас уже хорошо поднялись разогреваем кастрюлю или сковородку как только кастрюля разогреется или сковородка добавляем туда растительное масло масло должно быть достаточно много чтобы пончики свободно плавали а посуду предварительно разогреваем друзья чтобы потом масло не перегрелось как проверяем готовность масла можно бросить туда кусочек теста как только тесто всплывет значит масло готово или можно проверить с помощью деревянной шпажки или деревянной лопатки опускаем масло если вокруг собираются маленькие пузырьки очень быстро значит масло готово но смотрите не перегреть и огонь тоже должен быть не очень высоким когда мы опускаем наши заготовки масло не должно очень сильно реагировать сильно шипеть но также огонь не должен быть слишком низким чтобы пончики не впитывали слишком много масла я немножко так работаю шпажкой чтобы сердцевина так не закрылась потому что тесто очень интенсивно поднимается и есть вероятность что вот этой дырочки может в конце и не быть я и жарю по одному так как я заодно и снимаю чтобы успеть за ними следить а вы можете по несколько штук смотря сколько помещается друзья вот этот белый светлый круг который образуется вокруг говорит о том что тесто у вас расстоялось достаточно то есть внутри уже достаточно газа и тесто у вас погружается в масло лишь немного не до середины и с обеих сторон точно такая же история некоторая часть посередине остается светлой а если он у вас жарится полностью то есть этих белых полосок не образуется значит нужно пересмотреть время расстойки наверно я их назову сумасшедшие пончики или что-то в этом роде когда я так назвала булочки на своем канале недавно кстати тоже авторский рецепт многие писали что это слишком громко сказано для булочек но когда попробовали все как один сказали что названием как нельзя лучше характеризует эти булочки видео на канале есть из этого теста делают также синабоны друзья это наверное лучший вариант синабон многие пишут даже из этого теста принимает заказы в кафе чему я очень рада давайте подведем итоги что же было сделано и для чего отдельно взбиваем яйца с сахаром до полного растворения сахара затем вводим почти всю сдоху кроме масла подошедшую опару и некоторую часть муки два стакана после муки уже работаем специальными венчиками то есть уже не взбиваем а интенсивно перемешиваем вымешиваем тесто работаем так несколько минут после муки после чего добавляем остальную часть жидкости то есть воду всю муку и после того как ввели всю муку добавляем масло все это время работаем миксером друзья тот важный момент мощность моего миксера 750 ватт и он прекрасно справляется с таким тестом если он у вас слабенький не может справиться делайте тесто той густоты с которой ваш миксер может легко работать и потом уже после того как хорошенько но где-то 10 минут поработали миксером давайте всю необходимую муку добавьте маслом и уже немножко поработайте руками лишь для того чтобы ввести масло и муку и все но до этого вам нужно немножко дольше поработать миксером чтобы эту часть муки сделать сильнее и вообще для чего нам такая работа в миксером таким образом мы очень хорошо развиваем внутри теста клейковину что в свою очередь обеспечивает правильный хороший качественный мякиш а это обеспечивает нам именно такие пышные результаты к тому же именно благодаря качественному мякишу правильному мякишу они так и остаются такими пышными и не опускаются после остывания то есть получается после добавления первой партии муки миксером мы работаем где-то 10-12 минут а иногда даже 15 смотря такой мощности у вас миксер если у вас сильная мука с содержанием белка более 10 процентов конечно вы можете не так интенсивно все взбивать перемешивать и так далее у вас и так получится пышные результаты это все для того чтобы усилить возможности муки еще один важный момент я вам показала 60 граммов сливочного масла но потом добавила еще 20 это для усиления вкуса и для того чтобы цвет получился более интенсивным я запишу именно то что сделала и я вот и все друзья надеюсь результатом вы довольны также как и я обязательно попробуйте и не прогадаете и